Совсем скоро холл 1-й поликлиники преобразится до неузнаваемости. Вместо привычной регистратуры, картотеки и окошка платных услуг здесь оборудуют новое современное пространство. Ремонт идет в рамках программы «Бережливая поликлиника». Его главная цель – сделать пребывание пациентов более комфортным, разделить потоки, уменьшить время ожидания. «Бережливая поликлиника» – это проект в рамках ПСР. Что такое ПСР? Это производственная программа «Росатома». Когда мы для наших горожан, для наших жителей города и вообще жителей страны создаем комфортные условия. В чем это заключается? На данной площадке будет создана комфортная входная группа, будут зоны комфортного пребывания граждан, будет открытая регистратура, доступная. Предполагают сделать также зону администратора, который поможет пациентам сориентироваться. Люди с признаками ОРВИ будут входить в здание не через главный вход, для них оборудуют отдельный, чтобы минимизировать риск заражений. Придя в поликлинику, пациент сможет сам записаться через имфомат и взять номерок электронной очереди. Кроме того, вместо регистратора платных услуг планируют поставить автомат с кофе или организовать небольшой буфет. Пока идут работы у главного входа, пациенты входят в здание через служебный. Мы сделали такую условную пока систему навигации, мы распределили, наглядно это все сделали, чтобы пациенты могли проходить и не имели затруднений. Работники, сотрудники, если пациент не может сориентироваться, всегда помогают. Чуть раньше ремонт начался во второй поликлинике. Дизайн-проект там уже полностью согласован. При входе также предусмотрена стойка администратора, открытая регистратура на три рабочих места, немного расширенный гардероб, пост охраны и турникеты. Санузлы для маломобильных граждан. Их также сделают и в первой поликлинике. И две зоны комфортного пребывания. В этой поликлинике несколько проще. То есть здесь разделить потоки. Они уже разделены функционально. Есть два входа. Есть задача отгородить старый вход для приема пациентов с явными заболеваниями, с вирусными. И картохранилище в этой поликлинике уже отдельно выделено. Кроме того, в второй поликлинике ремонтируют конференц-зал на четвертом этаже. Он будет преобразован в интерактивный класс. Пациенты смогут собираться на лекции, которые тут же можно будет записать с помощью специальной аппаратуры. Также планируют устраивать отсюда и телеконсультации, как групповые, так и индивидуальные. Мы надеемся, что наш конференц-зал теперь будет удобен и полезен не только нашим сотрудникам, которые мы использовали для лекций, занятий, планерок, но и мы сможем пациентам нести профилактическое направление. Надеемся, что мы объединимся вместе с пациентами, и это будет на пользу и нам, и нашим пациентам. Ремонт проходит в рамках совместного пилотного проекта ФМБА и Росатома «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации». В него вошли пять городов, в том числе и Саров. В случае положительного заключения его тиражируют на остальные. Все работы, которые сейчас ведутся, относятся к первой очереди. Их должны завершить до конца сентября. При наличии финансирования начнется ремонт второй очереди. Сюда относится и ремонт входной зоны детской поликлиники. «Поликлиники, несмотря на эти временные неудобства, работают в штатном режиме, приемы ведут специалисты. Надеюсь, что наши горожане с пониманием отнесутся к этим временным неудобствам и в дальнейшем позитивно оценят результаты нашей работы». Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.